Осенью, печальной порой увядания и смерти, тяжело жить. Серые дни, плачущие небо без солнца, темные ночи, угрюмо поющий ветер, осенние тени, густые и черные тени — все это навевает на человека мрачные думы, в душе его рождается таинственный ужас перед жизнью, в которой нет ничего устойчивого, вечно все колеблется, родится, разлагается, умирает. Зачем? Какая цель? Иногда нет сил бороться с тьмою дум, что охватывают сердце поздней осенью, поэтому всякий, кто хочет скорее пережить их горечь, пусть идет им навстречу. Это единственный путь, которым человек может выйти из хаоса тоски и сомнений на твердую почву уверенности в себе. Но это трудный путь. Он идет сквозь терния, а не до крови рвут живое сердце ваше. И всегда на этом пути ждет вас черт. Это именно тот лучший из всех известных нам чертей, с которым познакомил нас великий Геоте. Об этом черте я и рассказываю. Черту было скучно. Он слишком умен для того, чтобы всегда только смеяться. Он знает, что в жизни есть явление, которое и сам черт бессиленно смеять. Никогда он, например, не касался острым ножом своей иронии величественного факта нашего бытия. По правде говоря, этот наш любимый черт гораздо более дерзок, чем умен. И если присмотреться к нему внимательно, пожалуй, окажется, что он, как и мы, большую часть своего времени посвящает пустякам. Но оставим это. Мы ведь не дети. Не будем же ломать лучшую из наших игрушек, доискиваясь, что же скрыто у нее внутри. Однажды черт шлялся по кладбищу среди могил во тьме осенней ночи. Ему было скучно. Он тихо свистал и, поглядывая вокруг себя, искал развлечений. Он насвистывал старинный романс, любимый романс моего отца. Как от ветки родной лист осенний порой, оторвавшись по ветру, летает. А ветер вторил ему, с воем, носясь над могилами, между черными крестами. По небу медленно ползли тяжелые тучи осени, оращая холодными слезами тесные жилища мертвецов. Жалкие деревья кладбища пугриливо скрипели под ударами ветра, простирая к безмолвным тучам свои оголенные ветви. Ветви задевали за кресты, и тогда на кладбище рождался угрюмый шорох, звук тяжелый и пугающий. Черт свистал и думал. Любопытно, как чувствуют себя мертвецы в такую погоду. Вероятно, сырость проникает туда, к ним, и хотя они со дня смерти навсегда застрахованы от ревматизма, однако, должно быть неприятно. Разве вызвать одного из них и побеседовать с ним? Все-таки развлечение для меня и для него, я полагаю. Вызов. Где-то тут сунули в землю знакомого мне литератора. При жизни я бывало посещал его, почему бы не возобновить знакомство. Все люди этой профессии ужасно требовательны. Посмотрим, вполне ли их удовлетворяет их могила. Но где же она? И сам черт, который, как известно, все знает, долго бродил по кладбищу, прежде чем нашел могилу литератора. «Эй, слушайте!» — крикнул он, стуча когтями по тяжелому камню, которым был придавлен его знакомый. «Вставайте!» «Зачем?» — глухо донеслось из-под земли. «Нужно!» «Не встану!» «Почему?» «Да вы кто?» «Вы меня знаете!» «Цензор?» «Нет!» «Может быть, жандарм?» «Нет, нет!» «И не критик?» «Я...» «Черт!» «А-а-а!» «Сейчас выльзу!» Камень сдвинулся с могилы, земля разверзлась, и из нее явился... скелет. Это был самый обыкновенный скелет, почти такой, по каким студенты изучают анатомию костей. Только он был грязный, не имел проволочных связок, да в пустых впадинах на месте глаз у него сиял голубой фосфорический свет. Он вылез из земли, встряхнул костями, чтобы сбросить приставшую к ним землю. Кости сухо стукнули друг от друга, и он, подняв череп кверху, посмотрел своим голубым, холодным взглядом в темное небо, покрытое тучами. «Здравствуйте!» сказал черт. «Не могу!» кратко ответил писатель. Говорил он тихо, и таким странным звуком точно две кости, чуть слышно скрипя, терлись одна о другую. «Извиняюсь за мое приветствие!» любезно сказал черт. «Ничего! Но зачем вы меня подняли? — Хотел предложить вам прогуляться, не более этого!» «А, я с удовольствием пройдусь немного, хотя погода прескверная!» «Полагаю, вы не боитесь простуды?» спросил черт. «О, нет, я ведь еще при жизни основательно простудился!» «Да, помню, вы умирали совсем остывшим!» «Еще бы! Всю жизнь меня так усердно охлаждали!» Они шли рядом друг с другом по узкой дорожке среди могилы крестов. Из глаз писателя падали на землю два голубые луча и освещали дорогу черту. Мелкий дождь скрапил их, и ветер свободно пролетал между голых ребер писателя сквозь грудь его, в которой уже не было сердца. «Мы идем в город?» спросил он у черта. «Что вас интересует там?» «Жизнь, государь мой!» бесстрастно объяснил писатель. «Ха-ха! Она еще имеет для вас цену!» «Еще бы!» «Но почему?» «Как сказать, человек все измеряет количеством своих усилий, и если он принес простой камень с вершины Арарата, камень будет для него драгоценностью!» «Бедняга!» смехнулся черт. «Но и счастливец!» холодно возразил писатель. Черт молча пожал плечами. Они уже вышли с кладбища. Перед ними лежала улица, два ряда домов, а посреди них — тьма, в которой жалкие фонари ярко свидетельствовали о недостатке света на земле. «Скажите», — заговорил черт после паузы, «каково вам в могиле?» «Теперь, когда я привык к ней, ничего, очень покойно, но сначала, знаете, было ужасно скверно. Болван, который заколачивал гвозди в крышку гроба, вбил зачем-то гвоздь мне в череп. Это, конечно, мелочь, но все-таки неприятно было. Я, знаете, готов был думать, что это некий ехидный символизм, желание испортить мой мозг, при помощи которого я обывала сам кое-что портил людям. «Потом явились червяки, они, черт их возьми, кушали меня ужасно медленно!» «Еще бы!» — сказал черт. «И нельзя их винить за это пропитанное желчью тело совсем невкусное блюдо!» «Сколько нам не было тела! Сущие пустяки!» — возразил писатель. «А все-таки съесть его скорее неприятная обязанность, чем удовольствие!» «Вот, например, издатели черви едят быстро и с наслаждением!» «Это понятно. Они должно быть вкусные!» «А что, осенью в могиле сыра?» спросил черт. «Сыровато. Но к этому привыкаешь. Собственно говоря, больше всего беспокоят разные идиоты, которые, шляясь по кладбищу, случайно натыкаются на мою могилу. Не знаю, сколько времени лежу я в земле. Так и сам я, и все вокруг меня неподвижно. Представление о времени недоступно мне». «Вы лежите в земле четыре года. Скоро уже пять будет!» — сказал черт. «Да! Вот как!» «Было у моей могилы за это время три человека. Раздражают, будь они прокляты. Один, знаете, прямо отверг факт моего существования. Пришел, прочитал надпись и с уверенностью говорит «Такого не было!» «Никогда я не читал такого, но фамилия знакомая. В одни моей юности человек с такой фамилией имел в нашей улице тайную кассу суд». «Как вам это нравится?» «А я шестнадцать лет печатался в самых распространенных журналах и трижды при жизни издавался». «После смерти вас издали два раза», — сообщил черт. «Вот видите!» А то пришли двое, и один из них говорит «А-а-а! Это тот!» «Он самый!» ответил другой. «Да! Тоже его читали во время он!» «Всех читают!» «Что бишь провозглашал этот?» «Обыкновенно! Идеи добра, красоты, ну и прочее!» «Да-да, помню! Язык у него был дубоват!» «Сколько их лежит в земле!» «Да, русская земля талантами богата!» «И ушли!» «Быки!» «Я знаю, теплые слова не повысит температуру могилы, и я их не хочу, но все-таки обидно! И ах, как мне хотелось обругать их!» «Вы бы и ругнули хорошенько!» усмехнулся черт. «Нет, неловко, знаете! Канун двадцатого столетия, и вдруг мертвецы ругаются!» «Нелепо!» «И, наконец, очень жестоко по отношению к материалистам!» Черту снова становилось скучным. И этот писатель и при жизни желал быть женихом на всех свадьбах и покойником на всех похоронах, и теперь, когда все умерло в нем, чистолюбие его живо! Но разве для жизни человек важен? Важен лишь дух человека, и только дух его достоин рукоплескания и поклонения! Как скучные люди! Черт уже хотел предложить писателю возвратиться в могилу, как вдруг в его злой голове вспыхнула одна идея. Они были в этот момент на площади и со всех сторон их окружали тяжелые громады домов. Над площадью низко нависло черное мокрое небо, казалось, оно опирается на кровли. Послушайте-ка, сказал черт, любезно наклоняясь к писателю, не хотите ли вы посмотреть, как живет ваша жена? Я право не знаю, хочу ли, медленно проговорил писатель. Да вы совершенный мертвец, воскликнул черт, подзадоривая его. Нет, почему уже? И писатель бодро встряхнул костями. Я не прочь. Ведь она меня не увидит, а если увидит, не узнает. О, разумеется, уверил его черт. Я знаете, потому это говорю, что она не любила, если я надолго уходил из дома, объяснил писатель. И вот стена одного дома куда-то исчезла или же стала прозрачной, как стекло. Писатель видел внутренность больших комнат, и в них было так светло, удобно, красиво. Славная обстановка, одобрительно проскрепил он, очень хорошая обстановка. Живя в такой, я бы, пожалуй, еще и теперь не умер. «И мне тоже нравится», улыбаясь, сказал черт, «И ведь недорого стоит тысячи три». «Это недорого? Помню, что самое крупное мое произведение дало мне восемьсот пятнадцать рублей. Я почти год работал над ним, но кто же тут живет? «Ваша жена», сказал черт. «Да, вот как? Это хорошо». «А женщина она и есть жена моя?» «Она». «Вот явился ее муж». «Она стала красивая и как хорошо одета». «Мх, муж, говорите, какой здоровый малый, рожа у него довольно-таки вульгарная, но добрый человек, кажется. Право же, лицо глуповатое и даже пошлое. Впрочем, такие лица нравятся женщинам. — Хотите, я вздохну за вас, — предложил черт, ехидно поглядывая на писателя. Но тот был увлечен зрелищем. — Какие у них веселые лица! Они оба, очевидно, довольны жизнью. Она его любит, не знаете? — О, да, очень. — А он кто? — Приказчик из магазина МОД. — Приказчик из магазина МОД. Медленно повторил писатель и долго не говорил ни слова. Черт смотрел на него и весело улыбался. — Что? Нравится вам все это? — спросил он. Писатель с усилием заговорил. — У меня были дети, сын и дочь. Я думал, вот у меня есть сын. Он тоже со временем будет порядочный человек. Я думаю, приказчик должно быть плохой педагог и сын мой. Пустой череп писателя печально закачался. — Смотрите-ка, как он ее обнимает! — Привесело им живется! — воскликнул черт. — Да. Что же он, приказчик-то, богатый? — Был беднее меня, но богата ваша жена. — Жена? — Откуда у нее взялись деньги? — От продажи ваших книг! — Так, — сказал писатель, тихо покачивая своим голым и пустым черепом. — Так, выходит, что я больше всего работал для некоего приказчика? — Пожалуй, что именно так и выходит, — весело согласился черт. Писатель посмотрел в землю и сказал черту. — Проводите меня в мою могилу! Было темно. Шел дождь, по небу тяжело плыли тучи, и писатель, постукивая костями, стремительно шагал к своей могиле. Черт шел сзади него и весело посвистывал. Читатель, разумеется, недоволен. Читатель объелся литературой, и даже люди, которые пишут лишь для того, чтобы угодить ему, очень редко приходятся ему по вкусу. В данном же случае читатель недоволен еще и тем, что мною ничего не сказано про ад. Так как читатель справедливо убежден, что по смерти он попадает в ад, ему еще при жизни хочется знать что-нибудь об аде. Но, право же, я ничего не могу сказать приятного читателю, ибо ада нет. Нет ада огненного, который так легко себе представить. Однако, есть нечто другое и несоизмеримо более страшное. Тотчас же, после того, как доктор скажет про вас вашим близким «умер», вы вступите в некую безграничную, ярко освещенную область. И это есть область сознания ваших ошибок. Вы лежите в могиле, в тесном гробу, и перед вами проходит, вращаясь как колесо, бедная жизнь ваша. Она движется мучительно медленно, и вся проходит от первого сознательного шага до последней минуты жизни вашей. Вы увидите все, что скрывали от себя при жизни, всю ложь и мерзость вашего бытия, все мысли ваши вы вновь передумаете. Вы увидите каждый неверный ваш шаг, вся жизнь ваша возобновится, вся до секунды. И для того, чтобы усилить муки ваши, вы будете знать, что по той тесной и глупой дороге, по которой шли вы, идут другие, и толкают друг друга, и торопятся, и лгут. И вы понимаете, вы ясно видите, все это они делают лишь для того, чтобы со временем узнать, как позорно жить такой гнусной, бездушной жизнью. Но, видя их торопливо идущими к своей гибели, вы ничем не в состоянии предупредить их. Ни крика, ни движения не сделаете вы, и желание помочь им будет бесплодно рвать душу вашу. Хорошо? Проходит перед вами жизнь ваша, и снова возвращается, и снова вы видите ее сначала, и нет конца работе вашего сознания, и не будет конца ей, и ужасу мук ваших не будет конца никогда, никогда. 1899-й. год.